Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о главных событиях 915 дня войны, понедельника, 26 августа. Вот главное. Массированная атака России на инфраструктуру Украины. Убиты мирные жители, перебои с водой и электричеством. Американские СМИ пишут, что Украина частично достигла поставленных целей в ходе наступления на Курскую область. Тревога на базе НАТО в Германии, нарушения воздушного пространства Польши, последствия российского вторжения сказываются на странах Альянса. Больного туберкулезом 15-летнего мальчика в России посадили на 4,5 года за поддержку Украины. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовил мой коллега Данила Гальпирович. Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Пострадали 15 областей Украины. Основной целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры страны. По данным Киева, Россия выпустила более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников, а также подняла в воздух 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95. Данные о погибших и раненых только продолжают поступать. По меньшей мере 5 человек погибли в Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. В городе Луцк Волынской области поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб. В результате обстрела Никополя погиб мирный житель. Еще шестеро пострадали, включая 14-летнюю девочку. В Харькове был убит сотрудник гражданского предприятия в Изюмском районе. В Полтавской области 5 человек ранены в результате удара России по промышленному объекту. В Киевской области пострадали 4 человека, включая ребенка. Разрушено более 40 домов. В столице Украины люди вновь были вынуждены прятаться в метро от российских обстрелов, и вот что они говорили. Я всегда беру с собой книгу, особенно во время длительных воздушных тревог и массированных атак. Я чувствую себя лучше, и мне легче проводить время в убежище. Это также отвлекает меня, поскольку я полностью погружена в сюжет и не думаю о ракетах, которые пролетают над нами. Это успокаивает меня, это отвлекает меня. Короче, легче пережить это утро с книжкой. Мы собирались с самого утра на репетицию в театр, потому что у нас скоро премьера нового спектакля «За двумя зайцами» по пьесе Михаила Старицкого. И нас застал сигнал тревоги, поэтому мы решили порепетировать в метро. Вокруг собрались люди, и нам очень радостно было видеть, что людям это нравится. Они плачут. Мы рады, что можем петь здесь сейчас, популяризировать украинскую культуру, потому что песня – это душа украинского народа. Люди также пели в метро гимн Киева. Это был гимн Киева в исполнении жителей украинской столицы, которые вновь были вынуждены прятаться от российских обстрелов. Атака вооруженных сил России продолжалась все выходные. В ночь на воскресенье Россия атаковала гостиницу «Сапфир» в Краматорске Донецкой области, в которой жили журналисты агентства «Рейтер». В результате обстрела погиб сотрудник «Рейтер» Райан Эванс, который занимался безопасностью журналистов. Среди раненых – журналист Дэн Пелищук и оператор Иван Любешкердей. При ударе по Краматорску также пострадала польская журналистка Моника Андрушевска. Как сообщает Полсад, она не жила в гостинице, а в момент удара проезжала мимо нее на автомобиле. По данным украинской прокуратуры, удар по всей видимости был нанесен ракетой «Искандер-М». Российские военные эти сообщения не комментировали. Один человек, по данным украинских властей, погиб и восемь пострадали в результате российского авиаудара по городу Сумы вечером в субботу. В Херсоне в результате обстрелов ночью и утром в воскресенье погибли три человека. Также пострадал годовалый ребенок. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение левой кисти. Это была военная сводка, которую подготовил мой коллега Данила Гальпирович. Атаку России на Украину прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Это был один из крупнейших комбинированных ударов. Более сотни ракет различных типов и около сотни дронов-шахет. Как и большинство предыдущих российских ударов, этот был таким же коварным, нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру в большинстве наших регионов. В Харьковской и Киевской областях, в Одесской области и западных регионах. К сожалению, есть жертвы. Большой ущерб нанесен энергетическому сектору. Но везде, где возникли перебои с энергоснабжением, уже ведутся восстановительные работы. Наши ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Это был комментарий Владимира Зеленского. Продолжая тему российской атаки, разрушены жилые дома, магазины, автомобили, наблюдаются задержки в движении поездов. Сотрудник украинской железной дороги ранен в Сумской области страны. Сообщалось и об ударе по Киевской ГЭС. По данным украинских властей, полученные повреждения не носят критический характер, и ГЭС продолжат работу. Удары привели к экстренным отключениям света по всей Украине. Несколько городов, включая столицу страны, остались без воды и электричества. Сейчас электричество поступает с перебоями. Отключения носят верный характер. Власти Украины подчеркивают, что работают над восстановлением энергоснабжения, но ситуация сложная. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной атаки России запросил помощь у союзников. Вот что он написал в посте в социальной сети «Экс». Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству. Это был комментарий главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы. Украина ожидала крупной ракетной атаки уже некоторое время. На прошлой неделе посольство США выпустило предупреждение о повышенном риске атаки в связи с Днем независимости, который Украина отметила 24 августа. По всей видимости, масштаб атаки связан с наступлением ВСУ в Курской области, являющимся очень болезненным для Кремля. Об этом, в частности, можно судить по комментарию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что тема мирных переговоров, цитата, «потеряла актуальность». Это был комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский продолжает говорить о необходимости мирных переговоров. В воскресенье он заявил, что продолжаются переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией по поводу проведения второго саммита мира. В разговоре с индийскими журналистами Зеленский сказал, что поддержал бы проведение второго саммита мира в Индии. Он также отметил, что Киев надеется найти страну, которая могла бы провести саммит в том числе и среди государства глобального юга. Я напомню, что в качестве даты второго мирного саммита назывался ноябрь этого года. Но пока мирные переговоры – это тема будущего, а я продолжу тему обстрелов. Приведу данные Генштаба ВСУ. Они свидетельствуют о серьезных боях по всей линии фронта. По данным, на 26 августа за сутки количество боевых столкновений возросло до 103. Больше всего их произошло на Покровском направлении. Там было 38 попыток штурма со стороны России. По данным на сегодняшний день, Украина контролирует около 100 населенных пунктов Курской области. Согласно Американскому институту изучения войны, российские военные перебрасывают силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области. В частности, были переброшены военные, которые раньше были на Харьковском и Северском направлениях и в районе Часово-Яра. Кроме того, в Курскую область, как пишут американские эксперты, были перемещены подразделения 56-го полка ВДВ из района села Работина на западе Запорожской области. Российские власти предоставляют очень ограниченную информацию о происходящем. Известно, что десятки тысяч человек могут находиться на приграничных территориях, где идут или могут идти ожесточенные бои. Вот что рассказывают жители Курской области, которым удалось эвакуироваться. Мы находились дома, собирались отдыхать, ложиться спать. И вдруг это произошло неожиданно. Доли секунды мы давно не поняли, что случилось. Уже увидели последствия, когда улетели окна. Дверь у нас упала, со стеклом разбилась, хорная. И полно сёкол и мусора уже как последствия того, что случилось. У нас ничего нету. Мы приехали голые. Всё. Дома всё осталось. Лобшин вздохал, поросят. Так что нас ничего не осталось. Без всего остались, да. Без всего. Вот в чём удрали и остались. 72 года бомжами сделали. В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил о планах закрыть въезд в три населенных пункта региона. В частности, это касается сёл Дроновка, Порос и Старый Хутор. По его словам, цитата, оперативная обстановка в этих местах продолжает ухудшаться, что требует принятия дополнительных мер. По данным российских властей, утром в понедельник украинские беспилотники атаковали военные объекты в Саратовской области. В Саратове и его городе спутники Энгельсе в результате работы ПВО некоторые дроны были сбиты. Они сошли с курса и врезались в два жилых многоэтажных дома. Несколько человек были ранены. Также, как передаёт настоящее время со ссылкой на телеграм-каналы, в Омске на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть» произошёл взрыв, после чего начался пожар. Губернатор Омской области Виталий Хаценко написал, что в результате этого взрыва пострадали семь человек. Ранее сегодня губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сегодня на подлёте к Ярославлю был перехвачен украинский дрон, который пытался атаковать местный НПЗ. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод севера России. Боевые действия ВСУ в Курской области привели к взятию в плен сотен российских срочников. Издание «Вашингтон-Пост» изучило более 100 видеозаписей и фотографий, сделанных с начала прорыва украинской армии в Курскую область России и подтвердило пленение как минимум 247 российских военнослужащих. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». Журналисты издания «Вашингтон-Пост» проанализировали более 130 фотографий и видео из зоны боевых действий на территории Курской области, сделанных 6 августа, в первый день наступления ВСУ в этом регионе. Большинство из этих снимков были опубликованы украинскими военными в соцсетях. На кадрах видно, как украинцы берут в плен российских военнослужащих. Также для анализа использовались фотографии, сделанные фотографом «Вашингтон-Пост» в лагере, где содержатся российские военнопленные. По подсчетам журналистов, в тот день в плен были взяты по меньшей мере 247 российских военнослужащих. Среди них есть и солдаты-срочники, пишут авторы исследования. Некоторые военнопленные на опубликованных видео заявляют, что служат в армии по призыву. Проверить достоверность этой информации в условиях войны не представляется возможным. Ранее президент России Владимир Путин утверждал, что военнослужащих срочной службы не будут привлекать к участию в боевых действиях. Международный комитет Красного Креста заявил, что публикация видео с захваченными солдатами нарушает нормы содержания военнопленных, так как в плену они находятся в уязвимом положении. Это была аналитическая справка «Голос Америки» о попавших в плен российских военнослужащих. Накануне Россия и Украина произвели первый с начала наступления ВСУ в Курской области обмен пленными в формате 115 на 115. В Россию, согласно официальному заявлению Минобороны, вернулись военнослужащие, захваченные на российской территории. Украинская страна заявила, что большая часть вернувшихся домой – это защитники Мариуполя и Азовстали, попавшие в плен в первые месяцы российского вторжения в Украину. Отмечу, что с точки зрения международной реакции и Вашингтон, и Брюссель очень сдержанно комментируют наступление ВСУ в Курской области. Однако в воскресенье вышла очень любопытная публикация американского издания Wall Street Journal, согласно которой Украина, я цитирую, частично достигла всех поставленных целей в Курской области. В частности, по данным материала, Курская операция изменила преобладающий на Западе нарратив о том, что Украина не способна остановить военную мощь России. Американские чиновники видят три главных цели операции Украины, в частности, это заставить Россию отвезти войска с востока Украины, опровергнуть мнение об украинском поражении на поле боя и усилить позиции Украины перед возможными мирными переговорами с Россией. Издание со ссылкой на американских неназванных чиновников пишет, что на данный момент все три цели частично достигнуты. Перевод материала приводит Deutsche Welle. Интересный момент. Журналисты пишут, что Украина держала подробности операции в тайне от Запада, и план Киева, судя по материалу, также был и в том, чтобы побудить Запад более решительно поддерживать Украину оружием. А с точки зрения внутренней политики, план заключался в том, чтобы показать украинцам, что они способны сражаться, несмотря на усталость. На данный момент в Белом доме с осторожным оптимизмом смотрят на ситуации. В частности, цитата, США предоставляют Украине пространство для проведения операции, пытаясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. Ну а что касается представителей Пентагона, которых также цитирует Wall Street Journal, у них есть вопросы по поводу буферной зоны, создание которой Зеленский назвал одной из целей операции в Курской области. В частности, вопрос вызывает то, сможет ли Киев удержать захваченную территорию. Польша, в свою очередь, сообщила о нарушении своего воздушного пространства в ходе российского обстрела Украины. Сообщается, что в воздушном пространстве Польши пролетел объект, который, по всей видимости, упал затем на польскую территорию. Об этом сообщило польское государственное информагентство со ссылкой на оперативное командование польской армии. Пресс-секретарь вооруженных сил Польши Яцек Горышевский сообщил агентству Reuters, что, скорее всего, это был беспилотник. На это указывает траектория его полета. Сообщается, что беспилотник вошел в воздушное пространство Польши в районе украинского города Червоноград и вскоре пропал с радаров. Напомню, что Польша входит в НАТО, и боевые действия, которые Россия ведет против Украины, повышают уровень напряженности между Москвой и странами Вашингтонского договора. Очередной пример – это тревога, которая была поднята на базе НАТО в Германии. Возможно, она была связана с угрозой российских беспилотников. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». Крупнейшее информагентство Германии Deutsche Presse Agentur DPA сообщило, что поднятая 23 августа тревога на ключевой военно-воздушной базе ВВС НАТО в Галенкирхене была объявлена после того, как спецслужбы получили достоверные сообщения об угрозе диверсии. И, цитирует ДПА, предположительно, со стороны России. Как передает Deutsche Welle, иностранная разведка предупредила власти ФРГ о подготовительных действиях к диверсии, вероятно, российской, против базы НАТО с использованием беспилотника. В Галенкирхене базируются самолеты раннего предупреждения. Это крупнейший хаб транспортных перевозок Альянса. Ранее, 14 августа, газета «Züdeutsche Zeitung» сообщила, что неизвестный пытался проникнуть на территорию этой базы. Неизвестно, связаны ли эти инциденты. Министр обороны ФРГ Борис Писториев сообщил, что порядок доступа на территории военных баз будет пересмотрен. Deutsche Welle со ссылкой на германских правоохранителей также сообщил, что в Северной Германии фиксируются полеты дронов над промышленными и энергетическими объектами. Причем эти дроны передвигаются со значительной скоростью и считаются военными. Цитирую Deutsche Welle. По сведениям журнала Шпигеля газеты «Бильд» в безопасности. Считают, что речь идет о российских военных дронах-разведчиков, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Следствие предполагает, что в одном из случаев над промзоной пролетал российский беспилотник «Орлан». Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о публикациях в германских СМИ, которые утверждают, что разведка опасается диверсии со стороны России на объектах НАТО в Европе. В заключение нашего подкаста о репрессиях в России. Очередной приговор был вынесен в отношении школьника. На этот раз 15-летнего мальчика Валеру Зайцеву из Хабаровского края приговорили к 4,5 годам колонии по делу об участии в террористической организации. Сообщается, что девятиклассника забрали силовики прямо из больницы, где он полгода лечился от туберкулеза. О приговоре узнала медиазона. Как пишет издание со ссылкой на его бабушку, прокуратура просила для подростка 9 лет колонии. Дело девятиклассника суд рассмотрел в закрытом режиме за 5 дней. В основу обвинения легли показания некого засекреченного свидетеля, который снял на видео, как Зайцев и два других подростка по очереди поджигают и бросают в бетонную стену заброшенного здания бутылки с зажигательной смесью. Бабушка-подростка сказала, что, я цитирую, провокаторы привезли бензин и показали, как все сделать. А Валерка заснял и выложил это. Это была цитата бабушки-подростка. Вместе с Зайцевым в октябре прошлого года в Комсомольске-на-Амуре был задержан 19-летний Никита Турлаев, студент Комсомольского колледжа технологии сервиса. По словам бабушки Зайцева, обоим юношам предъявили одинаковые обвинения. Однако на данный момент дело Турлаева еще раз следуется. Как подчеркивают в первом отделе, дела и Турлаева, и Зайцева – это продолжение дел в отношении россиян, которые стали жертвами провокаций спецслужб и подвергаются преследованию за антивоенную позицию. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина» самое важное вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах, на платформе «Эхо» и на канале «Голоса Америки» в YouTube. Я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху и моих коллег Алекса Григорьева и Данилу Гальпировича. До встречи завтра! Субтитры создавал DimaTorzok